Добро пожаловать на урок номер 6. Мы с вами поговорим о том, как правильно строить структуру. Так бинарная структура выглядит в теории, а вот так она выглядит на практике, потому что здесь бинарная структура построена правильно. Существует только один способ максимально эффективно строить бинарную структуру. Он очень простой, но вызывает много вопросов и недопонимания, особенно для новичков. Мы рассмотрим все постепенно. Для начала познакомимся с такими понятиями, как спонсорская ветка и личная ветка. Спонсорская ветка и личная ветка – это неофициальные термины. Это те термины, которые используют партнеры Атоми для удобства. Итак, спонсорская ветка, как правило, это ваша ветка слева. То есть это та ветка, которую ваши спонсоры помогают вам строить. Личная ветка – это та ветка, которую строите в основном вы. Здесь нужно понимать, что спонсорская ветка, Несмотря на то, что здесь есть название «спонсорская», это не обозначает, что только спонсоры будут строить эту ветку. То есть это не их обязанность, они вам помогают ее строить. Это также и ваша ветка, как и спонсорская. Вы также можете принимать участие в ее построении. И то, что ваша ветка справа будет называться личной, тоже не означает, что только вы будете строить эту ветку. Ваши партнеры также могут вам в этом помогать. Итак, кто же строит спонсорскую ветку? Спонсорскую ветку, или коротко, с ветку, строит ВВС. Это все ваши спонсоры, которые выстроены в цепочку над вами, которые также образуют одну большую спонсорскую ветку. Также вы, вы сами можете принимать участие в построении этой ветки. Это не то, что можно, это даже нужно делать. И ВПС. ВПС – это все партнеры спонсорской ветки, все партнеры с ветки. Кто строит личную ветку? Личную ветку, или коротко, или ветку строите вы и все ваши партнеры. Итак, вернемся к нашему слайду. Здесь спонсорскую ветку образуют Саша, Сеня, Соня, Сара, Сэм. То есть для Сони, допустим, спонсорскую ветку она может сама строить. Также ей могут помогать Сеня, Саша и все вышестоящие спонсоры. И также ей могут помогать ниже стоящие партнеры, Сара, Сэм и так далее. Личная ветка у Саши здесь – это Вася, Ваня, Вика, Влад. И Вася, и Ваня, и Вика, и Влад точно так же могут помогать Саше строить его личную ветку. Для них эта ветка спонсорская. То есть для Васи – это вот оранжевая ветка, это спонсорская. Для Саши – это личная ветка. Давайте рассмотрим обычную ситуацию, чтобы было немного понятнее. Обычная ситуация. В Атоме пришел Саша. Спонсоры под него регистрируют Соню. Потом далее спонсоры регистрируют под него Сару. Саша регистрирует Васю и Вику. Далее спонсоры регистрируют Серика и Славу, а Саша добавляет Вову и Ваню. Вика добавляет Петю, Соня добавляет Пашу. Структура растет. То есть это обычная ситуация построения структуры. Давайте еще разок. Саша появляется в Атоме. Под него спонсоры регистрируют Соню и Сару. То есть мы не знаем сейчас на этом слайде точно, кто зарегистрировал Соню, кто зарегистрировал Сару и кто зарегистрировал Сашу. То есть это спонсоры, которые находятся наверху, и их мы здесь не видим. Далее Саша регистрирует Васю и Вику. Далее структура растет. Под Сашу регистрируют, точнее под Сару здесь спонсорскую ветку регистрирует Серика, под Серику Славу. Под Вику Саша регистрирует Вову, а под Вову Саша регистрирует Ваню. И структура растет. То есть это пример правильной структуры. Когда здесь есть четко выраженная спонсорская ветка и четко выраженная личная ветка. Здесь придерживаемся одного правила. То, что каждого партнера, которого мы регистрируем, мы регистрируем под последнего партнера слева. Тем самым выстраивая одну непрерывную кривую линию. То есть здесь все партнеры стоят друг за другом, образуя своеобразный паровозик. То есть друг за другом паровозиком. И в личной ветке точно так же. Все друг за другом паровозиком. Для чего это делается? Давайте посмотрим пример построения неправильной структуры. То есть здесь партнеры Атоми раскиданы как попало. Спонсоры закинули Серика справа от Сони по какой-то причине. Может быть кто-то хотел помочь Сони. Саша сделал такую же ошибку и зарегистрировал Вову под Васю. То есть это неправильно. Почему? Потому что тем самым Саша решил Вову своей спонсорской поддержки. Потому что Вова находится в другой ветке. Он никак не соприкасается с Васей, с Викой и Ваней. То есть те обороты, которые будут делать структуры Вани и Вики, они никак не будут идти в учет к Вове. То же самое. Все обороты, которые будет делать структура Вовы, будут учитываться для Васи, но никак не будут учитываться для Вики и для Вани. Посмотрите еще раз. Пример правильной структуры. Здесь все обороты, которые делает структура Вани, идет в учет и Вове, и Вики, и Васи, и Саши. Все обороты, которые делает Слава, идут в учет и Серику, и Сари, и Сони, и Саши. Таким образом получается, то что каждый раз, регистрируя нового партнера, вы добавляете не просто одного человека в свою структуру, вы добавляете целую структуру для всех своих партнеров, которых вы пригласили. Потому что один человек, на самом деле, в Атоме это не один человек, это целая структура. Потому что он может принести за собой энное количество людей. И все усилия, которые эти люди будут делать, идут во благо всей вашей личной ветки. Это очень важно, строить структуру именно так. Даже если вы хотите помочь кому-то, вот, допустим, если Саша хочет помочь Вике и хочет зарегистрировать Ваню сюда, вместо Пети, так нельзя делать. Потому что Вика должна сама выполнять часть работы. Саша, зарегистрировав Ваню сюда, он помогает Вике, потому что он обеспечивает Вике спонсорскую поддержку, обеспечивает левую ветку. А Вика может концентрировать свое внимание на правой ветке до тех пор, пока ее правая ветка не начнет догонять левую ветку. И тогда уже Вика может помогать Саше в построении его личной ветки. Об этом мы поговорим чуть попозже, как раз сейчас. Поговорим о балансе. Что такое баланс? Баланс – это залог успеха ватами. В бинарной структуре две ветки. И чем более сбалансированы ваши ветки, тем максимально эффективно вы будете получать свой заработок. Рассмотрим наш стандартный случай. У нас есть Саша. У Саши есть спонсорская ветка – Соня. И личная ветка – Вася. Саша очень проактивный. Он добавляет партнеров очень быстро. Он зарегистрировал Вику, Вову, Ваню. А спонсорской ветки пока один человек. Саша понимает, что ему нужен баланс. Поэтому он регистрирует своих партнеров и в левую ветку тоже – Веру и Валю. Потому что ему так и так нужны партнеры, лидеры в обеих ветках. Далее спонсор регистрирует Славу. Саша возвращается к своей личной ветке и регистрирует Варю. И структура растет. Успех в Атоме находится в балансе. Потому что в Атоме вы получаете выплаты за счет групповых баллов. Групповые баллы в вашей левой ветке, групповые баллы в вашей правой ветке. Также ваша квалификация мастерства будет напрямую зависеть от успеха ваших партнеров. Если в левой ветке два партнера получат квалификацию бриллиантового мастера и в правой ветке два партнера получат квалификацию бриллиантового мастера, вы получите квалификацию шаронской розы. Если же в правой ветке у вас было бы три бриллианта, а слева один, вы получили бы только бриллианта. Вы бы не получили шаронскую розу. То есть очень важен в атоме баланс. Вам нужны лидеры и слева, и справа. Вам нужны примерно одинаковые обороты и слева, и справа. Потому что все, что будет лишнее, все будет сгорать. Итак, давайте теперь поговорим о лидерах. У нас есть Саша. И Саша сразу хочет пригласить свою структуру, своего лидера. Но спонсора еще никого под него не зарегистрировали. Саша не будет ждать, пока спонсоры кого-то зарегистрируют. Он понимает, что ему и слева, и справа нужны свои люди. И слева, и справа ему нужны лидеры. Поэтому он Васю регистрирует сразу, не дожидаясь спонсоров. Потом он регистрирует Вову. Таким образом, его два человека находятся в вершине его структуры. Это не есть плохо, потому что если ваш человек находится в спонсорской ветке, вы за него можете не переживать. Потому что ваш спонсор будет помогать этому человеку строить его левую ветку. Вы можете концентрировать свое внимание на правой ветке, но всегда нужно поглядывать на левую. Если левая отстает, то помогать. Помните? Баланс. Итак, далее спонсоры регистрируют под Васю Соню, и структура растет. Вова точно так же проявил лидерские качества и зарегистрировал Пенни и Полю под себя. Слева и справа. И в спонсорскую, и в личную ветку. Саша далее регистрирует Вику, Валю и Витю. Здесь Соня проявляет точно такие же лидерские качества, как и Вова. Регистрирует сразу и слева, и справа по своему партнеру. И дальше спонсоры Саши помогают строить эту спонсорскую ветку. Регистрирует Серика и Сару. Структура растет. Давайте посмотрим, например, хаотичные структуры. Допустим, Саша зарегистрировал Васю и сказал своему спонсору, что теперь левая ветка будет моей личной, потому что я зарегистрировал партнера первее тебя. А ты тогда веди мою правую ветку, пусть спонсорская ветка будет справа. И здесь они регистрируют людей, как приходится, как получается, но придерживаются правила паровозика. То есть здесь, если посмотреть, здесь этот принцип соблюдается. Да, то есть вся структура Вани, весь оборот структуры Вани будет идти в учет и Вити, и Вики, и Вали, и Вове, и Васе, и Саше. Вроде бы все нормально. И справа то же самое. Здесь все идут цепочкой друг за друга. Работает тот же самый принцип. Но здесь есть один большой недостаток. Об этом знаете только вы и те люди, к которым вы будете об этом говорить. То есть те люди, к которым вы будете всегда держать в курсе. То, что вот здесь находится все так. И также ваши партнеры тоже должны работать полностью здесь сообща. Это на самом деле очень сложно, потому что людей в вашей структуре может быть очень много. А людей, которые еще находятся выше вас, еще больше. Ваши спонсоры, вышестоящие, не будут знать о том, во-первых, что ваша спонсорская ветка справа, а во-вторых, то, что вы ведете своих партнеров вот так вот посередине. Что будет происходить по факту? Вышестоящие спонсоры захотят зарегистрировать к вам вашу спонсорскую ветку людей. Они найдут вас и будут смотреть влево, 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 влево. И они решают то, что Петя – это последний человек в спонсорской структуре. То есть это последний партнер, которого регистрировали. Соответственно, они будут регистрировать людей под Петю. Таким образом, вся ваша личная ветка теряет спонсорскую поддержку. То есть ваша личная ветка, во-первых, заняла место спонсорской ветке, и спонсорская помощь идет только к Васе, только к одному человеку. Это очень неправильно. Давайте еще раз посмотрим, например, правильной лидерской структуры. Здесь Саша зарегистрировал Васю впервые от своих спонсоров, но он не расстраивается, потому что он понимает, что левая ветка ему тоже нужна. Далее он регистрирует Витю. Витя регистрирует Петю и еще одного партнера. Потом Саша регистрирует Ваню и Вову. Вова зарегистрировал Полю. Саша регистрирует Витю. То есть здесь соблюдаются все принципы правильной структуры. То же самое происходит и в левой ветке. Саша регистрирует Валю, Вику и Витю, в то время как спонсоры регистрируют Соню и Секу. И здесь получается следующая спонсорская ветка. То есть это правильная структура в Атоме. Давайте напоследок поговорим о правилах построения структуры, чтобы подытожить все сказанное. Первое правило. Мы строим только две ветки. Личную и спонсорскую. То есть мы строим только два паровозика. То есть только две линии непрерывные. Мы не делаем никаких дополнительных ответвлений. Потому что если вы делаете ответвление, то это ответвление будет существовать отдельно от всей вашей основной структуры. И не будет получать от вас никакой спонсорской помощи. Не поддавайтесь соблазну и не подкидывайте людей к своим знакомым, чтобы им помочь. Потому что это на самом деле медвежья услуга. Второе правило. Новый слева под последнего. То есть каждый новый партнер регистрируется слева под последнего партнера. Это не совсем как бы новое правило. Это можно сказать дополнение от первого правила. Потому что только так мы можем вести только две ветки. Каждый раз мы регистрируем под последнего партнера, который находится слева. Если вы хотите зарегистрировать в личную ветку, вы заходите в личную ветку и ищите по левой стороне, цепочкой смотрите, кто последний. Копируете его ID и под него регистрируете нового человека. То же самое вы можете делать и в спонсорской ветке. Искать, кто находится. Самый последний по левой стороне, цепочкой друг за другом, кто идет. И под него регистрируете. Так вы никогда не ошибетесь. Третье правило. Баланс – это успех. Смотрите на обороты вашей левой и правой ветки. Смотрите на размеры вашей левой и правой ветки. И старайтесь достичь баланса. Чем более сбалансирована будет ваша структура, тем более эффективно вы будете получать свои деньги. И четвертый пункт, четвертое правило – это помогайте с ветки. Потому что это ваша ветка тоже. Это ваши партнеры. Потому что успех всех ваших партнеров – это ваш успех. Обращайте внимание на тех людей, которые находятся и слева, и справа. Старайтесь помочь всем по возможности. Это могут быть советы, материалы. Это может быть что угодно. Это может быть ваш опыт, какие-то ресурсы. Вся работа, которую делают партнеры слева и справа, идет вам на благо. Поэтому это все люди, все ваши партнеры. Вся ваша структура. Поэтому помогайте всем. Это все, что я хотел сказать по правильному построению структуры. Строите правильную структуру и добивайтесь успеха максимально быстро, максимально эффективно. Анял!